Куллияту деббра ль-илмия, айлмун, айлмун. Следующий 37-й раздел новый называется Китабу Аль-Мана-Акиб, главы о достоинствах, то есть упоминание достоинств тех или иных сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва сальв. И первая глава Бабу Фифадля Абивакрини Саддык, глава о достоинстве Абубакра Правдивого, да будет довольным Аллах. Мы знаем, что Абубакр является самым лучшим человеком после пророка в этой общине. И был самым любимым человеком для пророка, саллаллаху алейхи ва салям, из числа мужчин. В 1816-х адей сан Абихурайра Абу Гурайра рассказывал о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва салям, сказал То есть имеется в виду, что ту поддержку, которую оказал пророк, саллаллаху алейхи ва салям, призыву пророка, саллаллаху алейхи ва салям, Когда он начал призывать людей к исламу, никто столько пользы, ничьё имущество столько пользы не принесло пользы, пророк саллаллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллеллел Всевышний Аллах посмотрел в сердца рабов и выбрал сердце Мухаммада для посланий. Потом посмотрел в сердца рабов и выбрал сердце сподвижников для того, чтобы они были сподвижны. И вот из этих сердец, Баарак Ауфикум, одним из самых лучших сердец и даже самым лучшим сердцем было сердце Абу Бакра. И вот он, Баарак Ауфикум, как говорит Абу Бакра, то есть такое достоинство. Представляете, вот прошло уже сколько? Почти полторы тысячи лет, то есть 1400 с лишним лет. И мы вот рассказываем в этих хадисах и постоянно говорим, Радья Аллах, Радья Аллах, да будет доводен им Аллах. Калев Абакра Абу Бакр, Радья Аллах, и когда Абу Бакр услышал эти слова о Проксусом при жизни, то есть при Абу Бакре эти слова сказал, Калев Ама Ана Вамали Илляляк, о посланник Аллах, я и мое имущество принадлежат тебе. То есть не только мои деньги все тебе принадлежат, я тоже принадлежу тебе, то есть делай со мной что хочешь, Радья Аллах. В этом указание Бара Калау Фикум на то, что вся наша жизнь должна быть посвящена защите Сунни и ее распространения. И вот так вот Абу Бакр, братья, посвятил не только свои имущества, посвятил всего самого служению Сунни Пророка Салалу Асалям. Жертвовать на этом пути следует всем, братья, в первую очередь своей душой, своим временем, своими силами, своим имуществом. То есть все, что ты можешь сделать для распространения Сунни Пророка Салалсам, сделай это, Бара Калау Фикум. 1817-й хадис. Абу Бакр потратил на Пророка Салаллаху Алейхи Усаляма, то есть когда принял Ислам, 40 тысяч, братья. 40 тысяч. В некоторых риваятах прошло Асама Абу Бакру, Валягу Арбайн Альф, диргам. Когда Абу Бакр принял Ислам, у него было, то есть как говорят в наше время на балансе, 40 тысяч диргамов. Фан Хаб Факав и Савилья, он все эти деньги потратил на пути, потратил на пути всевышнего сфанта. Братья, если перевести это в граммы, я примерно так посчитал, что один грамм это примерно 70 центов. Вот сегодняшняя цена, чего серебра. А мы знаем, что в те времена Барак Луфикум, это было в 10 раз дороже. То есть во времена Пророка Салаллаху Алейхи, если в золоте переводить, это было у тебя сколько? 7 долларов примерно. Так же получается, да, в 10 раз. Сейчас же у нас НИСАП серебра же идет в 10 раз же разница, так же примерно в 10 раз. То есть 600 грамм серебра равнялось во времена Пророка Салаллаху Алейхи, 80 грамм золота. Сейчас Барак Луфикум 6 килограмм серебра равняется 80 грамм золота, то есть в 10 раз. И вот 1 дирамм это почти 3 грамма, то есть примерно 2 доллара. То есть на сегодняшний день Барак Луфикум 40 диргаммов это примерно 80 тысяч долларов. Это сегодняшняя цена. А во времена Пророка Салаллаху Алейхи, если в золоте посчитать, в золоте это умножить на 10 примерно сколько? 800 тысяч долларов. То есть почти миллион долларов было Барак Луфикум по тем ценам, по тем ценам. Потому что золото с серебром не сам был одинаковым. Так же выходит, если не ошибаюсь? И вот он Барак Луфикум все это потратил на что? На посланника Аллаха Салаллаху Алейхи. Братья, многие люди понимают, что на посланника Аллаха Салаллаху Алейхи. Просто некоторые люди, вот особенно для суфистов, любят эту тему преподносить. Сидит какой-то шейх суфистский, начинает грузить людей. Кто хочет быть для меня, как Абубакра для посланника Аллаха? И какие-то люди говорят, я, 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 я. Абубакра, Аллах потратил на Пророк Салаллаху Алейхи 800 тысяч долларов. Кто готов на меня потратить 800 тысяч долларов и приносить? Он пошел себе майбах купил, пошел себе вилу купил, пошел себе бассейн купил и так далее. Пророк Салаллаху Алейхи ничего этого не покупал. На что тратил Пророк Салаллаху Алейхи деньги, братья? Пророк Салаллаху Алейхи тратил эти деньги, во-первых, выкупал рабов. Выкупал верующих рабов. Помните, Беляли роды Иолангуа, Абдуллаевна Масауд и так далее. Потом он покупал этих рабов и освобождал их на землю. Пророк Салаллаху Алейхио Саляма, братья, когда приходили люди, принимали ислам, он дарил им подарки. И этим самым Баракулуфикум оставляет добрые, хорошие впечатления пророки Салаллаху Алейхио Салям. Помните, Бедуин пришел и сказал, о народ, принимайте, говорит, ислам. Я говорю, пришел к человеку, который не боится бедности, когда Пророк Саляму подарил огромное стадо баранов. Вот на такие вещи Баракулуфикум было потрачено деньги вот этих сподвижников, которые помогали Пророку Салаллаху Алейхио Саляму. И понятное дело, то, в чем нуждался Пророк Салям, как, допустим, например, хиджру, когда делали верблюдов, купил транспорт, получается, Пророк Салям организовал, то организовал, то. Все, что тратил Абубакр на Пророк Салям, все это использовалось где? На пути призыва. На пути призыва. То есть в наше время ты как? Если у тебя есть Баракулуфикум, какой-то шейх, например, алим, например, и так далее, и подобное. Но сегодня нет улема, но рано или поздно они появятся в нашей среде. И вот Баракулуфикум сейчас, может быть, ты слушаешь, через 20, 30, 40 лет в твоей местности появится какой-то алим, и ты можешь быть, как Абубакр для этого алима. Каким образом ты трастишь на него? Например, нужно где-то провести дауру. Ты покупаешь ему билеты и вместе с ним ешь. Там надо приедьте, снять где-то гостиницу, допустим, номер, снимаешь этот номер. Нужно там организовать в аренду автомобиль, чтобы ездить на уровень. Вот так вот тратится, понимаете? А не так, что шейх, хочешь мы там тебе виллу купим, хочешь мы тебе то сделаем, хочешь тебе это. И Баракулуфикум, вот поверен уже, сколько ему нужно Баракулуфикум вот так делать, а не портите. Потому что в наше время, к сожалению, да, есть очень богатые где-то брать. Но у нас это мало, конечно. Это вот в арабских странах часто такое явление. Баракулуфикум какие-то богатые бизнесмены и так далее. Там уже они очень богатые люди. И вот каких требующих знаний начинаешь их основном бывает, что портят. Начинает портить. То есть, допустим, смотрите, самый простой пример. Пошел, допустим, и купил требующим знаний машину за 100 тысяч долларов. Такой-то машины колодки поменять каждой по 2 тысячи долларов стоит, правильно или нет? То есть, ты ему подарил за 100 тысяч, а ты уже колодки потом менять же не будешь, правильно же? Или он же не может тебе обратиться и скажет, брат, вот ты же мне машину за Калаухарем подарил же, например, новый там какой-нибудь БМВ, да, а вот колодки надо поменять. Ты уже так не будешь тебе обращаться? То есть, получается, ты наоборот же его подставляешь. Как ты сам себе подставил? В наше время как люди сами себя подставляют? Чем больше Баракулуфикум денег зарабатывают, тем больше имущество себе покупают, тем больше это имущество нуждается в обслуживании же, правильно? То есть, когда у тебя была машина за 10 тысяч долларов, тебе эта машина в год обходилась, допустим, текущие расходы, может быть, потолок в 200-300 долларов, правильно? А когда ты себе купил машину за 250 тысяч долларов, какой-нибудь там, не знаю, Rolls-Royce и так далее, тебе этих обслуживание, ты машина обходишь уже сколько? В 20-30, там один баллон поменять, вон кто-то из братьев рассказывал, там сколько? 100 тысяч долларов, правильно? На Rolls-Royce там или на каком-то и так далее. И вот точно так же человек, когда живет Баракулуфиком в каком-то скромном доме и так далее, проблеме, это когда он себе купил где-нибудь на Пальме, в Дубае, себе дом, виллу и так далее. Это же вилла тоже стоит, правильно же? Расходы и так далее и подобное. То есть, по сути дела, вот так расходы человеческой. То есть, человек сам способствует тому, чтобы его расходы увеличивались. Сам способствует тому, чтобы его расходы увеличивались. 1818-й хадис Абделяй ибн Амр рассказывал о том, что посланник Аллахасов говорил Я, говорит, увидел во сне кто-то мне дал сосуд который был наполнен молоком И я начал пить это молоко до той степени пока не наполнился этим молоком Я увидел, как это молоко по моим венам то есть увидел вены во сне что вот это молоко по венам вот так вот течет между, говорит, мясом и кожей И я, говорит, увидел, что осталось еще молоко в этом посуде Я, говорит, дал это молоко Абубакру Спросили о посланник Аллаха То есть я, Расулла О посланник Аллах То есть у них спросили То есть один из присутствующих растолковался Он сказал О посланник Аллах Это же знания которыми тебя наделил Аллах И когда ты наполнился этими знаниями что-то осталось и ты поддал это Абубакру Он сказал Да, ты правильно сказал Шейх Альбани Очень важно замечание делать Что по поводу вот этой риваи Ты отдал Абубакру На самом деле это ошибочно риваи Достоверно риваи Что он отдал ее кому? Умару То есть достоверно риваи Что вместо Абубакра должен быть кто? Умар ради Аллаха Потому что риваи про Абубакра шадда Ривая Бакра шадда Но это ни в коем случае не знает Что Абубакра не обознание Понятное дело Что Абубакра до Аллаха Узнаний было больше Чем Умар аббин хаттаб Но именно в вопросе сна Достоверно риваи Это указывает Что это был Умар аббин хаттаб Ради Аллаха И поэтому мы видим Что одним из толкований Мы не говорим Что однозначно Если ты увидел молоко Что это знание Потому что помните мы говорили Надо смотреть на того человека Который видел этот сон Проксал сам Когда кто-то видел сон Спрашивал об этом человеке Праведно он или неправедно И вот поэтому Если праведный человек Увидит что он пьет молоко Или кто-то его поет молоком Или он кого-то поет молоком И так далее Зазволение Аллаха спонтали И вот Афсир Это что? Что это является знанием 1819 хадис Анумар аббин хаттаб Умар аббин хаттаб Рассказывал Кана абу бакр Радавангу Ахаббуна Илья Расули Илья Салсам Поистине пророк Пророк Салаллаху Алия Салям Или абу бакр Был бы из тех Кого больше всех Любил посланник Илья Салсам Бакана Хайрана И он был самым лучшим Из нас И был нашим господином Это слова кого? Умар аббин хаттабы И в этих словах Барак лауфикум На то, что Ровесники Барак лауфикум Тулла ба лауфикум Должны хвалить друг друга То есть в этом есть польза Смотрите Умар аббин хаттаб И хвалил кого абу бакр Для того, чтобы люди Извлекали пользу От абу бакра И считались его положением В наше время Это забытая сунна Очень мало Барак лауфикум Когда тулла ба лауфикум Субханалла Хвалит друг друга И советует друг друга И так далее Когда заходишь на канал Того или иного брата Такое чувство То есть ты начинаешь Шелестать весь его канал Или его сайт Или его допустим Какую-то страницу Как будто кроме него Вообще ни одного призывающего Больше нету Это братья Нездоровое явление Это указание Запросто может быть Указанием на больное сердце Неужели кроме тебя Варак лауфикум Никого нету вообще Почему ты не рекламируешь Своих других братьев Которые тоже Из числа агли сунна Которые тоже призывают К саляфи И так далее И тому подобное Делай это Варак лауфикум Чтобы даже если Сейчас в твоем сердце Этого чувства нет Рано или поздно Оно появится В алия зубля Вот этот эгоизм Или же зависть На саллах Аля фаляфи Потому что Как будто получается Ты призываешь людей К себе Как говорил шейх Мухаммад Ибн Абдул-Ахаб В книге Китаб Тухид О словах Всевышнего Аллаха Субханалли Куль-Гази Исабили Аду ил-Алла Расскажи Это мой путь Я призываю К Всевышнему Аллаху На основе знаний Сказал Из людей есть те Кто призывает К Аллаху Призывает к себе То есть человек Саляфид призывает К Тухиду призывает К Сунни На самом деле Он этим самым Призывает к себе Ему не нужно Чтобы религия Аллах То есть его намерением Делается Чтобы религия Аллах Распространилась Ему нужно Чтобы именно От него Это слушали Понимаете И вот этим Признаком Делается то Что он никогда Никого не рекламирует Никогда никого Не советует Стесняется Упомянуть Чего-то имя И так далее И тому подобное Это неправильно Потому что Если ты посоветуешь Братьев Во-первых На вкус и цвет Товарища нет Есть люди Барак Луфикум Могут слушать тебя Потому что Ты разговариваешь быстро И он любит Слушать быстро Есть люди Которые не могут Слушать лектора Который говорит быстро Есть другой лектор Который говорит медленно Есть люди Барак Луфикум У которого Допустим Если он слышит Что этот лектор Его национальности Ему почему-то Почему-то Он сам не понимает Но ему Больше радости Доставляет Слушать кого Своего родственника То есть грубо говоря Будет он даже Дальний родственник И вот поэтому Если ты будешь Рекламировать братьев Говорит братья Есть такое требующее знание Есть такое И так далее В русскоязычном Вот в мире Мы сидим И говорим Братья Есть у нас брат Шейх Абу Яхья Хафиза Аллаталь Есть у нас брат Братья Барак Луфикум Братья Саля Форума Амаш и его команда Есть у нас брат Братья Барак Луфикум Динар Абу Идрис Есть у нас брат Абу Умар Сиям Есть у нас брат Сирадь Джидин Есть у нас брат Барак Луфикум Ильшат Абу Салман И другие братья То есть всех Есть у нас Шейх Иса Абу Абду Рахман И есть другие Другие братья Их очень много Просто Как говорится То что сейчас Хотел вкратце упомянуть И так далее Что мешает Вот так постоянно Нам говорит Братья Слушайте их лекции Братья Подписывайтесь на их каналы Братья Барак Луфикум делитесь друг с другом лекциями и каналами этих братьев. Вот так сложно, что ли, набрать и упоминать Бараклауфикум друг друга и рассказывать нам друг о друге. 1820-х адис. Анаиша рода Ивангу, Аннаби Салсам, Амара бисаделя баба шавары фельма ждет. Однажды пророк Салсам приказал закрыть все двери, ведущие из улицы в мечеть. Или баба Абибак рода Ивангу, кроме двери Абубакры. То есть у нас, Бараклауфикум, люди пристраивали вот так вокруг мечети свои дома. И вот пророк Салсам сказал, все закройте, кроме вот из дома Абубакра, чтобы напрямую бы вход куда? Потом в мечеть пророк Салсам, то есть этим самым он выделил Абубакра. 1821-х адис. Анафделяй бни Зубарь, Абдулла ибн Зубарь, говорил, Абубакра звали как Абдулла ибн Уфман. Ты являешься тем, кого Аллах освободил от огня. И поэтому вторым именем Абубакра было что? Атек, лишь его прозвищем Атек. Поэтому если кто спросит, какой лякап, какое прозвище, все мы знаем Асаддик, правильно? И второе его имя, теперь мы знаем его прозвище, что Атек. Освобожден от огня, как на это указывают, что это достоверный хадис. 1822-й хадис. Анафделяй бни Зубарь, Абдулла ибн Уфман говорил, Когда до послания Аллаха, когда пророк Салаллаху Салям сильно заболел, то есть усилилась его болезнь, он сказал, Прикажите Абубакру, пусть он встанет имамом для людей, то есть молится с людьми. И она еще раз повторила эти слова. И пророк Салаллаху Салаллаху Салям сказал, Иннакуннасау Ахибат Юсф поистине вы, говорит, подруги Юсфа. То есть что значит подруги Юсфа? Помните, Ибараку Луфикум, те женщины, которые были же в истории Юсфа, хитрые, которые услышали о красоте Юсфа, и хотели каким-то образом попасть и увидеть тоже Юсфа, алисалям. И начали хитрить, вот там вот эта наша подруга, она запала на Юсфа и так далее, чтобы просто попасть в дом. И тогда она что? Позвала их, накрыла им, поставила им фрукты, раздала им ножи и так далее и тому подобное. Вот они же хитрым способом все это сделали. И вот так говорит Пророк Солусам, сказал, ты тоже вот так вот хитришь, каким образом? То есть она, Айш Радалан, боялась, что? Пророк Солусам предсмертной болезни. Абу Бакр встанет на его место. И как будто, знаете, вот скажут, вот мало того нам горе, что Пророк Солусам умер, еще взял ты его место, занял. То есть, как говорят, вот у людей, ну, я не знаю, если так можно сравнить, как говорят же, как же это по-русски называется? То есть, ну, не то, что как приметы, не приметы, а что-то нечто похожее, как говорят же, то есть ты как черная кошка, грубо говоря, же есть? Вот так вот. Мура Абу Бакр фальюс алиминас Пророк Солусам сказал, прикажите Абу Бакр, пусть он станет людей, станет этот, да, имамом. То есть, ну, как я сказал, неправильно говорить, приметы, наверное, это не совсем так. Ну, вот, как говорят, человек заменил, и потом, то есть, как будто у людей может быть такое чувство, вот, что ты встал на место Пророк Солусам и так далее, там подобное, то есть, вот это переживала Айша Радалан. Я говорю, пусть Умар, некоторые его сказали, пусть Умар, пусть Умар станет, говорил Айша Радалан. 1823-й хадис, Ананас Ибн Малик, Ананас Ибн Малик говорил, когда наступил понедельник, Пророк Солусам был болен, и потом он так подошел к занавеске комнаты и открыл ее, то есть, а выход был куда? В мечеть. То есть, упомянул хадис, который упомян в сборнике Сахих. В этом хадисе говорилось, То есть, это длинный, длинный, длинный хадис, а в самом конце, в самом конце, уже когда история была о том, что, то есть, тут имеется в виду, начало хадиса, а потом конец хадиса упомянут. И вот, когда уже умер Пророк Солусам, в истории говорится в этой, однако, говорит, к нему было послано, как было послано к Мусе, то есть, Мусе, алейсалям же потерял одно время сознание, и вот точно так же он, говорит, просто потерял сознание. И он, говорит, потом продолжил быть, то есть, исчез со своим народом, или пропадал, Мусе, алейсалям, 40 ночей. Я надеюсь, что Пророк Солусам живой, то есть, оживет, то есть, после того, как, ну, как говорится, потерял сознание, он придет в себя, чтобы я после этого пошел, я трубил руки, говорит, мунафикам, говорит, их языки за то, что они сказали, что Пророк Солусам умер, за то, что они злорадствовали. Они возомнили, что Пророк Солусам умер. Потом Анас после этого услышал последнюю хутбу Умара Абн-Хаттаба, он сел на Мимбар Пророк Солусам, и это было на следующий день уже после смерти. То есть, до этого те события, что рассказывал Анас, это были в день смерти Пророк Солусам. На следующий день после смерти Атуфи Расулла Ассалям, на Умар Абн-Хаттаб сказал, то есть, Анас рассказал, то есть, Умар начал выступление, сказал, Абу Бакр находился рядом и не разговаривал. Затем Умар сказал, аммабата, затем. Я вчера, говорит, сказал кое-какие слова, и эти мои слова не соответствуют действительности. То есть, он сказал же, что просто Пророк Солусам потерял сознание и так далее. Смотрите, когда Алиму указали на его ошибку, а Абу Бакр, помните, в тот день, когда Умар эти слова говорил, Абу Бакр зашел домой, вышел и обратился к людям с худбой, и сказал, «Тот, кто поклонялся Мухаммаду, то Мухаммад умер, а тот, кто поклонялся Аллаху, то Аллах живой и не умрет». И прочитал аят, в котором сказал, если он умрет или его убьют, вы что, говорит, отвернетесь от религии? И вот Бакр, Афик Умар говорит, и то, что говорит, То, что я сказал вчера, нету такого в аяте, говорит. Видите, ему указали на ошибку его слов. И он говорит, такого нету, того, что я сказал, нету в книге Всевышнего Аллаху. И не было это из завещаний, которые нам оставил Пророк, салаллаху, алисаляму. Я, говорит, желал, надеялся, что Пророк, салаллаху, будет жить. И я желал, чтобы он умер после нас. То есть он хотел, чтобы Пророк, салаллаху, алисаляму, умер после всех сподвижников. И если Мухаммад умер, говорит Умар. Вот это очень важные слова со стороны Умара. Даже если он умер, то Всевышний Аллах оставил вам свет. Аллах, салаллаху, оставил вам свет, которым вы можете руководствоваться. То есть что? Куран. Держитесь за это. Тогда, если вы будете держаться за этот свет, вы придете к тому, к чему был приведен Мухаммад. А теперь я хочу сказать, что Абу Бакр это посланник Аллаха, и он второй из двух, то есть имею в виду, когда они были в пещере. Помните, это один из двоих, когда он сказал своего товарища, товарищу, не печалься, Аллах вместе с нами. И группа из подвижников уже до этого дала присягу в местности, которая называлась Сакрифа Банусайда. А то, о чем сказал Умара ибн-Хаттаб на Мимбаре, это была общая присяга, то есть всех мусульман Абу Бакру. 1824-й хадис, она Аиша рассказывала. Я, говорит, была рядом с Абу Бакром, когда к нему пришла смерть. То есть когда он был при смерти. И я, говорит, прочитала эти слова. То есть если кто-то сдерживает себе слезы, то есть бывает же человек не плачь, придет рано или поздно день, когда они прольются. Абу Бакру, слышав эти слова, сказал, дочка моя, не говори так, однако скажи слова Всевышнего Аллаха, где он сказал, и смерть на огоне явится с истиной, это то, чего ты избегал. Затем Абу Бакру сказал, в скольких материях похоронили, его завернули в три материи. И тогда Абу Бакру сказал, похороните меня вот в этих двух одеждах, в некоторых революциях сказано, в которых я молился. То есть его изары, что и ряда, его вот эта нижняя часть, и что накидка. И купите третью одежду. Поистине живой, больше нуждается в новом, нежели мертвый. То есть не надо мне три новые одежды. Вот у меня есть, они нормальные. Они нормальные. Все равно эта одежда, в которой похоронят меня, даже если она ножевит, она же испортится. Ау Лель Могля сказал, или же долго не продержится. Братья Бараку Луфику. В этом хадисе указание на скромность Абу Бакру. И то, что он приказал похоронить его в тех двух одеждах, которые было, купить только одну новую одежду. И не сказал, не надо ему покупать три новые одежды, три новых кафаны. Однако есть другой хадис, очень важно, братья, что запрещено хоронить умершего совсем в изношенной или же дряхлой одежде. Должна быть середина Вараку Луфику. То есть та одежда, которая ходила в Бакру, она была в хорошем, нормальном состоянии. Поэтому он сказал похоронить его только и купить одну новую. Мы, братья, подробно об этом говорили в 11 главе книги «Обряды похоронших Альбании». Ссылочка с дозволением Всевышнего Аллаха Спонталя будет под этим видео. Братья Вараку Луфикам. Дай Аллах Спонталя нам долгую жизнь. На этом пути, братья, на пути распространения Суна Салса. Я надеюсь, Вараку Луфикам, что когда-нибудь, в шалап, придут такие времена, когда мы будем зачитывать тот или иной хадис и будем говорить. Мы подробно разобрали этот хадис в таком звонке. Чтобы не осталось ни одного хадиса, братья, ни одного аята, не разобранного нами. Просим Всевышнего Аллаха Спонталя обречить нам этот путь. Просим Всевышнего Аллаха Спонталя всех присутствующих братьев и наших детей и детей наших братьев тоже подчинить пути распространения Сунны Пророк Салса. И тех, кто услышит эти уроки, тоже. 1825-хадиса на Айшарады Аллаху Анхам. Айшадабудь довольный, рассказывал. Братья, мы знаем, что Пророк Салалаху Алейхи Васалем, братья, мы с вами разбирали. Это тоже в книге «Обряды похорон», что является нежелательным хоронить людей ночью. Людей нужно хоронить днем. Но мы там говорили, Баар Клуфикум, что если только есть причина. Если есть причина, то ночью человека похоронить не можно. И из той причины, из-за чего Пророк Бакра похоронили ночью, братья, чтобы либо не было фитны, то есть чтобы люди не знали, где он похоронен, то есть или же не пришли туда, не устроили там, не где он похоронен, имеется в виду, чтобы не было фитны для людей, то есть Аббакр умер и так далее. Вот видели, как Умар Булхаттаб, и это Умар Булхаттаб повел себя во времена смерти Пророк Саласа. Тоже мы же не знаем, как бы себя повели бы сподвижники во время смерти Абу Бакра, правильно? Или же Табиина, даже не сподвижники, а Табиина. Поэтому, чтобы не было фитны или была какая-то другая причина. Но причина однозначно была. Почему? Потому что сахабы не могли поступить против приказа Пророк Саласа, или же запрет Пророк Саласа хоронить ночью, если только в этом не будет причины. Второй момент, Баракалуфикум, мы знаем, что Абу Бакра был похоронен рядом с Пророком Салаллаху Салям, что указывает на то, что они были созданы из одной земли. Помните, мы с вами говорили из хадис, что Всевышний Аллах спонталя забирает душу человека, то есть хоронит человека на той земле, из которой он был создан. Мы же брали хадис, что Всевышний Аллах, когда создавал Адама, взял со всей земли, правильно же? Взял со всей земли хабды и потом создал из этого. И в других хадисах сказано, что была замешана глина, и потом Баракалуфикум был создан Адам, алейсалям. И вот так его потомки на кого-то отразилась, одна часть земли на кого-то, другая и так далее и так подобно. А в тех хадисах, в которых лежат, то, что мы знаем, что Абу Бакр и вместе с ним Аумар и Абхаттаб были похоронены вместе с Пророком Салаллаху Салям, где в комнате Аиши, Рады Аллаху, указание на то, что все они были созданы из одной земли, Рады Аллаху Аль-Арваху, Кальчу Нудиль Муджаннад, говорю, Пророк Салаллаху Салям, души как воины, души как воины. То есть, как души, как воины имеются, как роды войск же есть, десантники с десантниками, пешие, пехотинцы с пехотинцем, морфлот с морфлотом и так далее и так подобное. Вот так же и души Баракалуфикум. Если находят что-то общее, то собираются. Супанова собирается даже не только при жизни, даже Аллаху Салям собирает этих людей вместе после смерти. И поэтому многие люди, Супанова, вот даже в истории, даже в Супанову неверующих людей, мы замечаем, что очень часто жену вместе с мужем рядом хоронят. Обращаем внимание, очень часто муж умирает, и когда жена умирает, Аллах предопределяет, что жена хоронит вместе с мужем. Это почему? Потому что души как воины. Видать, они были одинаковыми людьми. Похорошие с хорошей, хорошую с хорошим и плохую с плохим. 1826-й хадис. Ананас Анас рассказывал. Однажды у посланника Аллаха спросили, кто является самым любимым человеком для тебя? И в этом мы говорили в хадисе, указание на то, что нету ничего зазорного мужу сказать, что он любит свою жену. Мы тебя не спрашиваем о жене, тогда я, говорит, люблю больше всего ее отца. То есть, Барак Луфикум в этом указание на то, что человек может очень сильно любить своего свекра. То есть, не все так плохо, своего тестя. Просто не все так плохо, как у людей настроен. Абу Бакр, рода Аллах, был кем? Тестем, пророк сказал сам, правильно же? То есть, в этом хадисе, мало того, что любит, то есть, указание на то, что человек может любить тесть, еще, оказывается, человек может быть самым любимым человеком, кто его тесть. И также Барак Луфикум это касается тещи. Даже удивительно Барак Луфикум бывает так, что у одного человека несколько жен, и он одну тещу не переваривает органически, а другую тещу очень-очень сильно любит. Это тоже такой факт присутствует Барак Луфикум среди людей, и об этом люди рассказывают. Рассказывают.